и снова здравствуйте четверг значит с вами стрим олег григоренко главный редактор издание 7 на 7 горизонтальная россия и ольга романова русь сидящий канал мыр мы сегодня снова с вами и пожалуйста подписывайтесь ставьте лайки а самое главное гости из будущего гости из будущего те кто смотрит нас потом в записи отложенное смотрение напишите нам тоже коммент ну вообще мы читаем переживаем отвечаем и вообще все такое вот несмотря на то что у нас есть план я конечно его сейчас мгновенно сам ну и начну с того что мне прям вот 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 очень очень сильно задело я даже попросила показать картинку сейчас нашу группу а группа сказал знаешь что не покажем а картинку потому что они путин очень противный чего путина противного не видели и детский омбудсмен мария львова-белова который благодарит путина за сына из мариуполя здесь вот украсть ребенка из оккупированной территории это значит стать его мамой ну и на этой неделе стало известно что в россии нашли 43 лагеря для перевоспитания детей увезенных с украины там по подсчетам лаборатории ельского университета содержится минимум 6000 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет родители принуждали подписывать согласие на детей в лагеря если те хотели выехать из зоны боевых действий через россию а некоторые семьи и сами отправили подростков добровольно потому что это позиционировалось как бесплатный отдых вот это данные ельского университета ну я все время на связи с украинской стороной детская проблема наверное самое сложное самое самое страшное самое драматичное украинская страна говорит что им известно известны имена почти 14 тысяч тысяч детей которые были вывезены но и сами понимаете если ребенка четыре месяца или там два года вряд ли он сможет сказать полностью свое имя где родители где он жил и так далее война война про некоторых детей известны имена но известно также что их просто не выпускают из этих мест отдыха потому что говорят что там территория занят противником там украинскими войсками мы вас не отпустим и вот люди оказались семьи оказались разделенными и это помимо того что в этих лагерях проводится но такая индоктринация детей как в некое новое их российское понимание жизни мы сегодня будем во время стрима говорить вот об этом понимании жизни как как она и в российских школах происходит но то что это происходит семьями которые разрываются из-за войны разрываются из-за военной агрессии разрываются российскими властями это чудовищно и но мы будем говорить о детях но мне бы хотелось вернуться к одной новости которая мы предсказывали на прошлом стриме что она произойдет она действительно произошла в прошлую пятницу суд приговорил бывшего губернатора хабаровского края сергея фургала к двадцати двум годам лишения свободы и сразу после этого в хабаровске началось не такое масштабное как было там 2020 даже 2021 году движение там была очень интересная история на въезде с хабаров состоит такая стелла с надписью там с названием города рядом с ней растет дерево и вот одна из форм протеста которые использовали жители хабаровского края они повязывают ленточки на это дерево чтобы было видно как много людей не согласны с этим приговором как много людей считают что это несправедливо что это не правосудное решение и мне бы хотелось вспомнить лангрид который мы делали 2021 году на 7 на 7 после но через год после начала протестов когда уже прошли массовое задержание уже прошли разгоны митингов но несколько десятков человек продолжали выходить поддержку фургала и мне кажется что какие бы статьи не вменяли и свои цитаты там из героев нашего текста человек который год и сейчас продолжает артестовать против вот этого решения он объяснял почему люди в хабаровском крае так вступили за губернатором хотя губернаторов россии не то чтобы любят а некоторых прям ну отвращение к нему испытывают вот он сказал нам тогда нашему корреспонденту не имея большой административной поддержки из москвы он смог сделать очень много он ни у кого ничего не просил не плячу старался обходить своими силами изыскать все возможные ресурсы именно хабаровском крае мне кажется что посадили вы именно за это за то что человек не хотел зависеть от москвы и обратите внимание судили его не в хабаровском крае а это было одно из требований митингующих тогда когда собственно его арестовали что ну хотя бы хотя бы судите его там где он по-вашему совершал преступления где он жил вообще есть такая штука как подсудность это вообще что такое какая подсудность это не подсудность это называется месть мне кажется и это месть губернатору который который просто хотел жить вместе с теми со своими избирателями отстаивать их интересы мы назвали на сегодняшний стрим кругом враги и вот еще одна новость она такая федеральная про то как российские власти продолжают искать врагов вот с новой такой инициативой выступила спикер сайта федерации валентина матвиенко которая предложила маркировать телеграм-канал из враждебной по отношению к российской федерации информации значками наподобие иноагентов она также сообщила что сайта федерации предложить российскому надзору опубликовать перечень каналов за которыми прячутся наши недруги вот мне с одной стороны очень интересно через сколько времени этот вот значок если он роскомнадзор его изобретет станет им почетным символом как каким стал иностранный агент и грамоты которые вручают людям а с другой стороны это какая-то паранойя которая уже выходит за всяким граница и что на этом фоне может очень таким большим сюрпризом быть новости о том что представитель совета журналистов россии а попросил ну сказала что союз журналистов будет требовать но отменить вот репрессивные статьи военный цензор в частности статью уголовную статью 207.3 уголовного кодекса о военных фейках и это и это известие кажется очень удивительным очень радостным до тех пор пока не добавить три главных слова после окончания войны вот такая у нас вот защита журналистов при том что ну уже десятки журналистов преследуются по этой статье всего в 2022 году по данным генпрокуратуры только по статье 207.3 уголовного кодекса возбуди следственные органы возбудили 187 уголовных дел погоди погоди а что он сказал слово война кстати говоря его зовут владимир соловьев точно так же как рудольфича но другой а он другой да нет он слова война не сказал конечно он сказал специально на военную операцию но думаю что мы не будем так дословно цитировать вот это все мы будем называть вещи своими именами испугал неужели думаю бунт на корабле нет все в порядке корабль плывет да а в москве тем временем закупают закупают массовку на будущий на путинк митинг 22 февраля к годовщине начала войны в украине хотя вообще годовщина 24 тем не менее и участие в массовке сильно подешевела за год с полторы полторы тысячи рублей предлагали в прошлом году за участие в путинги а сейчас только 500 рублей а расценках пишет группах по набору массовки актеров это выяснил канал можем объяснить кандидатам сообщают что мероприятие в лужениках займет два-три часа и на нем будет весело ну чё ж годовщина начала войны чё ж не веселиться то она тит картинки есть мы сейчас посмотрим картинки наверное с предыдущего путинга а это а это кстати сказать вот 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 нужны люди 22 февраля правильно будет концерт в лужениках как хорошо паспорта для проверки фссо такой свободный митинг фото паспорта для проверки фссо вот студенты московского политеха и бюджетников вот их просят прийти на тот же самый митинг бесплатно от них ожидают бескорыстной поддержки войны еще студентов просят привести с собой родственников чем больше чем лучше чем больше приведут тем больше сдадут но знаете что любопытно вот за этот год регионы потратили больше миллиарда рублей на госсимволы это данные верстки и вообще-то в сто раз больше показатель предыдущего года то что миллиард рублей потратили регионы в том числе в общем довольно для нищие на изображение вот двуглавой курицы я не знаю и чего еще а всего власти разместили более 80 тендеров на закупку флагов флагштоков и гербов в основе через федеральный проект патриотическое воспитание ну и в основном закупали это дело все для школ чтобы линейки уроки это все было торжественное поднятие но некуда же девать миллиард рублей а как ну конечно миллиард рублей это сумма но просто для понимания за эти деньги можно построить стадион за эти деньги можно построить три или четыре детских сада за эти деньги можно полностью укомплектовать школы я думаю что ни один из регионов которые тратил эти деньги не отказался бы от того чтобы им поставить построили новую школу и кстати можно было поднять пенсии буквально вчера в госдуме заявили что пенсии подниматься не будут несмотря ни на что постольку поскольку у нас в лизе же новые пенсионеры вот из оккупированных территорий то есть получается так что как то вот мы откладывали там на пенсию ну хорошо вот теперь нас новые пенсионеры которые видимо не откладывали до пенсию надо затянуть пояса товарищи надо затянуть пояса а пенсионеры вообще как-то судя по симонян ну не очень проживете вы 10 лет лишние 20 лет лишние 30 лет лишние я цитирую симонян зачем вам это ну зачем вздохните побыстрее не надо тогда стране родной разоряться на вас некоторые люди не готовы жить такую жизнь в которой их заставляют ехать воевать в украину давайте посмотрим два фото это записка срочника из республики коми его зовут сергей гридин он служил в части в подмосковье и он покончил с собой и оставил вот такую записку в которой в частности он написал я принял решение умереть здесь на родной земле без чужой крови на руках мы журнали 7 на 7 наши журналисты связались с двумя близкими родственницами вот сергея и обе нам подтвердили что это его почерк и и сказали что в военной части не объяснили ни обстоятельства смерти ничего не сказали про записку насколько я знаю что сейчас там уже возбуждается уголовное дело по доведению до самоубийства но в материалах этого дела вот вот родственницы не знаю там они говорят что там этой записки просто нет на теле сергея нашли побои и сам он в январе он связывался со своими родными и говорил что его хотят направить в украину он не хочет туда ехать и сказал что после этого над ним начали издеваться и как он говорил не давали прохода своими издевательствами командир вот этой части и сержанты и он сказал что он просто не может рассказать своим родным обо всех издевательствах которые совершали эти животные так он назвал тех людей которые над ним страшали всякие всякое насилие он после нового года рассказал одна из его родственниц он нам звонил говорил что его хотят отправить в украину но потом он сделал вид что это была шутка как сейчас мы поняли возможно это было не шутка но вы знаете я наверное одну в семействе наверное хотим сказать большое спасибо тем сослуживцам сергея которые спасли записку которые показали они смогли фотографировали да и передали журналистам вот издевательство командиров над солдатами а собственно особенно издевательство командиров над солдатами которые не хотят воевать это одна из одна из очень характерных черт того во что сейчас превращается российская армия и еще один человек связался с нами 7 на 7 это морпех 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота которая практически полностью была уничтожена во время штурма о глядара феврале и он в общении с нашими журналистами рассказал тем кто вышел сказали что они дезертир лучше бы я попал в плен и не вернулся отношения максимально плохое уже положили человек 500 может больше это потерях командир бригады сказал что домой мы едем только двухсотами или трехсотами но смысле убитыми или и самое главное вот если история сергея гридина говорит что в коме что искоми говорит о том что сейчас на войну в украину отправляют срочников хотя вышла речь о том что срочники не будут участвовать в военных действиях точно также большая часть этой бригады которая погибла под угли даром это были мобилизованы это люди которых отправили вот в эту мясорубку непонятно зачем а тем временем владимир путин фактически разрешил военным совершать преступления судебные дела военнослужащих участвующих войне и членов их семей должны рассматриваться с учетом не только правовых аспектов но и жительных обстоятельств заявил президент ну то есть все перед законом равны но вот военные будут ровнее и сам это ладно мы уже мы уже видим и уже видели за это время прошедшее например как как в общем пригожин вытаскивал из фактически из по суда и в том числе и своих вояк которые совершали преступления я думаю никто не забыл случай когда побежал дезертиру заключенные и в небольшом ростовском городке начал стрелять по полиции ранен полицейских когда его взяли сказал ну перепутал я думал что украинцы украинцев то можно и его забрал пригожин скажу день ничего страшного ну парень заблудился чего такого то господу стрелял но ранил бывает с кем не бывает ну вообще как-то преступление наказания очень сильно разошла сходятся в россии прямо очень сильно далеко далеко друг от друга и будущем поколением придется это очень-очень расхлебывать если они конечно будут о том что ждет россию вот после того как все это закончится написала сказала своем письме журналистка из барман и из барнаула из издания rus news мария пономаренко суд ее вот как раз по той статье 207.3 военных фейках приговорил к лишению свободы и выдал ей запретную профессию и вот она в своем письме которая опубликовала замечательное издание верстка она написала перспективе россии очень темная ночь масштабное потрясение кризис и крах режима с последующим восстановлением прав свобод работы над ошибками прошлого включая признание геноцидом сталинских репрессий раскулачивание принудительного переселения народов подразверстки реформирование каждого отрасли государства института власти приоритетном порядке нас действительно ждет очень темная ночь и в этой темной ночи сияет благодатный огонь еще одна новость как бы про журналистов но это про таких журналистов которые работают православном журнале благодатный огонь которые обратились к руководством русской православной церкви и призвали лишиться на 293 священника которые в начале войны подписали обращение о том чтобы закончить войну как можно быстрее прекратить гибель мирного населения прекратить жертвы вот это люди облаченные христианским саном они несли вот проповедь вот такую проповедь антивоенную проповедь и за это благодатный огонь считает что их нужно лишать сан оля я знаю что к религии относишься очень скептически но все-таки мне бы хотелось четыре буквально четыре стиха из евангелия привести которые вероятно забыли в журнале благодатный огонь блаженны милосердные ибо они будут помилованы блаженны тексты сердца чисты ибо они увидят бога блаженны миротворцы ибо наречены они будут сынами божьими и вложены гонимы за правду ибо их есть старство небесное но вот журнале благодатный огонь видимо есть какая-нибудь ругая нагорная проповедь в катаре написано блаженны бомбящий киев и другие украинские города но я хочу сказать что журнала благодатный огонь есть большая группа поддержки в том числе естественно и среди священников священники предлагают помощь от всевышнего для военных а наскать не просто помощь безвозмездную а по сходной цене осветить гуманитарку для военных за 1230 рублей вот такая услуга появилась свято троицком соборе в краснодаре отец михаил там взял на себя миссию освещать гуманитарку а вот спасет ли интересно освещение гуманитарки хоть кого-нибудь давайте посмотрим подождем ну не знаю вот это всем хорошего дня что что очень характерно вот епархия местная она уже от крестьян она назвала эту новость фейком это прошло по всем местным телеграм-каналом из разряда антифейк сказали что ничего такого нету что вот нигде плату за освещение гуманитарки мы не берем не интересно что в этом что в этом епархии увидела не такого не знаю лично я вижу не такое в инициативе которая в поселке эльтон волгоградской области произошла это в общем довольно типичные инициативы мы начали наш стрим с раз ну с дискуссия о том что происходит с украинскими детьми и как мы промывают мозги но давайте фото посмотрим это вот так и типичная история про то как там решили сделать пять парт героя с фотографиями погибших украине но самая дикость заключается в том что за одну из этих пар будет учиться скорее всего ну не хотя бы просто будет рядом с ней сидеть сын одного из этих погибших он ближайшие пять лет будет рассмотреть на фотографии мертвого отца не знаю там какой патриотизм этим воспитывается но по-моему просто издевательство над ребенком очередное очередные издевательства над детьми питерским школам выделили 23 миллиона рублей это конечно не миллиард но 23 миллиона рублей тоже неплохие деньги зачем же выдели 23 миллиона рублей на закупку гранат и автоматов очень нужная вещь для питерских школьников вообще для школьников нужные вещи вот такой список того что надо закупить слава тебе господи не сами гранаты а это конечно для начальной подготовки макеты гранат f1 rgd 5 макет автомата калашникова магазин автомата калашникова с учебными патронами оружейный сейф мини экспресс лаборатории радиационно-химической разведки имитатор ранений и поражения для тренера манекена стрелковый тренажер список для учеников разработали в министерстве просвещения и теперь это в обязательном порядке будет во всех школах и знаете что и проверять это уже пришла прокуратура ну а как без нее тем временем на моя любимая тема частной военной компании на этот раз не вагнер на этот раз не пригожен ни слова про вагнер собственную частную военную компанию создает газпром нефть она получила право учредить собственную частную военную компанию для защиты своей инфраструктуры и соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин слушайте не ходите не ходите на войну не вербуйтесь не надо наемничество наемничество это военное преступление не вступайте ни в какие в чвк и постарайтесь уйти от мобилизации не ходите военкомат не ходите на войну валите вспомнить что совсем недавно буквально там год-полтора назад евгений пригожин отрицал свою связь с чувака вагнер и называл вот это клеветой а сейчас у нас эта практика распространяется буквально массово уже есть и уже гастром нефть но отлично не знаю детский сайт ромашка тоже организует свою частную военную компанию с макетами гранат но тем не менее даже вот я немножко сейчас организировал про благодатный огонь но иногда попадаются прям действительно удивительные действительно воодушевляющие новости на прошлом вот на этой неделе в казани прошел массовый пикет вы не поверите он прошел за свободу слова и против цензуры книг люди вот в казани вышли с плакатами давайте фото посмотрим тоже действительно в это трудно поверить там люди выходили с плакатами 1984 не надо повторять не доводите на 451 нет новому гулагу сегодня блокируют сайты а завтра могут начать жечь книги не знаю пока вот будут ли последствия для людей которые вышли на этот митинг но одна из участниц пикета держала в руках конституцию с 29 статьей которая я напомню гарантирован свободу слова запрещает пропаганду социального расового национального религиозного и языкового превосходства не знаю сколько должно пройти времени чтобы еще вот цифрами 451 1984 там появилась это 207.3 вообще протесты и вот эта смелость людей которые выходят отстаивать свои интересы они могут быть разными и вот если в казани люди выходили наверно просто чтобы сказать но то что они не приемли то что происходит в стране то в иваново например люди протестовали против неумерного снега и ну давайте наверно видео посмотрим какие протоколы административного нарушения то что мы поставили машину как сказать неправильная парковка но мы перегородили потому что проехать нельзя было стало две фуры здесь и все мы начали спокойно договариваться у нас не получилось пришлось сделать такой несанкционированный пикет и за это мы тоже готовы ответить потому что вот это все надоело сколько можно брать и в образе до полная безобразие самая суть здесь эта дорога безобразие она нечищенная в один ряд сейчас еще как бы раскатали ее а так все один одна только один ряд может ехать кто вышел сегодня на забастовку или как это назвать не забастовка это просто терпение лопнуло народа вот и все но кто машины здесь выставил и с какой целью выставили машину мы машину свою выставили из-за того что здесь не проехать не пройти вот и все безобразие а здесь женщины ездят с колясками с детьми это напомни где мы находимся улица отдельная 13 разе по моему это такое идеальное описание пути по которому сейчас идет россия но самое смешное что это произошло там не не в декабре когда у нас по традиции зима неожиданно приходит это происходит в феврале но что самое смешное у нас за вот такие вещи в последнее время отвечает лично президент путин вот в январе была смешная история во владимире когда дворник написал путину письмо с просьбой выделить деньги на уборку от снега и после этого только после этого того как дворник обычный гординку писал письмо ему привезли песок я не знаю ну я эту новость предложил на стрим потому что это просто смешно люди пытаются устанавливать какой-то русский мир хотя не могут не знаю в простых городах как иваново или владимир просто почистить улица от снега а вот еще любопытная новость про бунты из уфы вот казалось бы вот вот будут против снега а вот бунт за песок обращение к путину а это бунт в уфе и на бутовщика конечно же составлен протокол а это был бунт грязных кастрюль во время этой акции горожане принесли к мэрии грязную посуду а вот почему они принесли к мэрии грязную посуду потому что им отключили горячую воду и газ в многоквартирном большом доме и да нечем помыть посуду не час не два и не один день и не два дня давайте посмотрим видео про кастрюлю пока развесает видео я расскажу что это прокол был составлен на активиста альберта рахматулина по статье 20.2 кап нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания митинга демонстрации шествия или пикетирования и сначала дело завели по часть 2 который предусматривает наказание вплоть до ареста за протест по поводу того что ну нельзя просто так брать брать отключить да и не просто так нельзя в многоквартирных домах отключать газ и горячую воду давайте видео конечно очень хотелось бы привлечь внимание самых высоких чиновников нашей любимой столицы потому что вы знаете уже дело до абсурда дошло вот как это же простое унижение вот я считаю для себя унижение прийти да мне 64 года да и по старой стучать здесь в тазик ну товарищи давайте решим этот вопрос также нельзя три месяца нет воды ну как нет горячей воды и и когда ты говоришь ай нет горячей воды на тебя строит протокол который вплоть до ареста ну вот как все-таки наверное вспомню еще раз вот про фургала потому что вот один из примеров которые нам рассказывали вот жители хабаровска это то как он однажды вышел к ну он не стеснялся выходить к людям и однажды в хабаровске был митинг сирот которые требовали квартиру по закону которым положено и фургал вышел к людям он наверное стимина полчаса общался он пытался найти какие точки соприкосновения как-то понять как он может решить эту проблему вот в эфире у людей там нет горячей воды они не могут там помыться помыть посуду и они да они получают протоколы так губернаторов которые говорят с людьми ну понятно где они теперь находятся таких людей вот которые куда-то выходят и чтобы наверно они не выходили надо воспитывать и воспитывать их опять же мы снова возвращаемся к нашему школьному вопросу их надо со школы и в белгородской области теперь священники будут присутствовать на родительских собраниях вот это в обязательном порядке у нас такое светское государство у нас религия отдельно от государства поэтому на родительские собрания в белгородской области нам будут ходить священники более того священники будут посещать открытые уроки олимпиады конкурсы и семинары и самое главное вот в казани протестовали против запрета книг против цензуры но священники долгогородской области они будут участвовать в экспертизе проекта учебной литературы вот которая посвящена вот нравственному образованию а вот еще забота о детях прекрасно забота о детях в госдуме предложили лишать материнского капитала россиянок особо вредных те которые уехали рожать за рубеж от аргентины например популярное место или давайте вспомним пресловутого аскара кучеруда который тоже родил за рубежом и прямо скажем даже в америке они не должны рассчитывать на социальные программы в россии высказался депутат виталий милонов как обычно он ответил что об уехавших в эргидную женщину должны заботиться власти страны отказ уехавших в социальных программах будет здесь действенной меры и снизит поток желающих родить за границей не снизит это поток знаете я вспомнила чудесную притчу который опубликовал андрей макаревич недавно себя у я уж не помню каких покой соцсети но андрей макаревич чудесная совершенно притча дорогой россиянин возвращайся домой не хочу а мы на тебя дело заведем не хочу а мы квартиру арестуем не хочу а мы квартиру кофискуем не хочу а мы тебя заочно посадим не хочу но почему же вы не хотите возвращаться это такая довольно типичная история для российских чиновников когда вместо того чтобы задать вопрос а почему женщины не хотят рожать россии они просто хотят их заставить рожать россии как будто вот от этого появится горячее желание там не знаю решать демографические проблемы и горячая вода заодно появится да конечно ну я думаю что такими темпами очень скоро россияне пойдет за горячую воду и в аргентину потому что в родной стране это им не положено зато и вот положено чиновникам крутые машины администрация особенского района владимирской области решила купить элитный внедорожник kia sorrento premium 2022 года выпуска ой слушайте это прямо звучит как новость звучит как я не знаю рекламный проспект от автосалона с панорамной крышей атмосферной подсветкой салона автоматически и систем автоматической парковки об этом вот сообщается на сайте госзакупок но более того автомобиль должен быть оснащен подогревом руля панорам панорамной крыши и люком господи зарядка в общем короче очень какой-то разнеможенный автомобиль который стоит но почти 6 миллионов рублей 5 миллионов 800 тысяч рублей и вот на этом фоне буквально там не очень далеко от владимирской области я замену вот вспомнил другую новость которая у нас была из калуру из калужской области вот там местные облдоме да в загсом ранее и и спикер геннадий новосельцев предложил депутатам скидываться по 20 тысяч на внедорогу на на какие-то автомобили для фронта которые надо покупать военным и не знаю вот на бюджет в бюджете наверное есть деньги там на 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 все на свете на это нету вот но я посчитал вот если бы они захотели купить автомобиль вот для своих коллег из владимирской области им бы пришлось по 20 тысяч скидываться семь месяцев и восемь дней вот такая вот у нас такая внутренняя помощь была бы а я сейчас вспомнила во первых качество дорог владимирской области особенно в том самом районе и нужен внедорожник и чудный пирожок давнедавний чудный пирожок стишок пирожок у губернатора проблема где взять асфальта для дорог чтоб ездить на парше которые по накладным а есть асфальт да кстати во владимирской области могла бы быть историю чем похожие на фургалу потому что там в 2018 году избрался вот то тоже там кандидат от лдпр такой протестный кандидат от лдпр сипягин но он очень вовремя соскочил и сейчас помню сенатор что ли еще он не избрался до этого там была светлана орлова какой-то монстр какой-то полный но это было давно господи зачем мне все эти имена держать в голове всех губернаторов владимир скобса до седьмого колена вернемся вернемся в любимую тему золотые ёршики для унитаза туалетные ёршики по 9000 рублей за одну штуку одну штуку 9000 рублей дозаторы для мыла за 13000 рублей за одну штуку одна штука дозатора мыла и немецкие разумеется ведра для мусора я не завели в германии такие взяли за двадцать одну тысячу рублей каждое ведро одно ведро закупает минюст соответствующий конкурс полигон медиа обнаружила на портале госзакупок а всего на ремонт министерства решил потратить почти 600 миллионов рублей для ремонта будут использоваться исключительно иностранные материалы и оборудование немецкая бытовая техника итальянские светильники система видеосвязи samsung планшета для управления умным офисом apple apple конечно вообще конечно если бы они бы потратили бы все деньги которые тратят на войну на туалетные ёршики пусть бы они были золотые вот тратьте деньги на туалетные ёршики прекратите воевать а с ёршиками потом разберемся кстати ну я думаю что если бы у нас был выбор дворец геленджике или война лично я выбрал дворец геленджике но вообще так все выбор конечно но давайте о хорошем дворец геленджике не достался бывшим сотрудникам всен значит иркутская колония бывших сотрудников приговорили к пяти годам колонии за пытки заключенного это было в колонии номер 6 там избили и изнасиловали заключенного есть вы именно не буду произносить ну зачем такой вот сотрудники колонии сами инициировали попытки чтобы добиться признания в якобы организации акции протеста и вк-15 в ангарске в 2015 году в 2015 в 2020 году я довольно хорошо знаю эту акту там знаете как было там не было четыре года директором начальника гуфсин местного иркутского и вот эти четыре года без начальства область большая ангарс там сильно в сторонке и в этой зоне к-15 было четыре лесопилки четыре лесопилки и начальства никакого нет знаете какой что там было в итоге конечно посадили начальник этой колонии причем именно за эти лесопилки говорят она приносила каждой лесопилкой умер миллион рублей в месяц карман одна лесопилка и тут назначили начальника такого сагалаева тоже тот еще фрукт но неважно и он должен был бы приехать с инспекцией в эту зону ну как лесопилки могли не сгореть у них не было шансов не сгореть они же не могут просто так сгореть нужно было чтобы вспыхнул бунт чтобы их подошли заключенные а что нужно сделать это что вспыхнул бунт правильно надо устроить массовое изнасилование собственно что и было устроено и вы знаете что я хочу вам сказать вот мы совместно с фондом защиту заключенных льва пономарева занимались этим делом вот 20 года и вот сейчас перед судом должны были предстать еще сотрудники которые организовали пытки в иркутске и начался суд и приехал туда собственно эксперт фонда льва подмарева петр курьянов и обнаружил значит он обнаружил он обнаружил полное отсутствие и подсудимых и собственно потерпевших что случилось задал вопрос популярный петр курьянов а значит что случилось а вдруг все вместе все миссии подсудимые все 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 захотели вдруг внезапно уехать на войну и уехали до свидания встать суд ушел чай у какао все ушли на фронт все ушли на фронт кто кого пытал то есть теперь уже никого не вернешь а самое главное ничего больше не докажешь все так что то что то что нескольких бывших сотрудников успели признать виновными в избиении изнасилования это собственно то что дошло до суда и после этого решили хватит теперь все изнасилованные налево все носили кет направо а потом в один эшелон и на войну удобная вещь удобная слушай но это как раз то наверное именно тот случай про который говорит война все спишет а после того как люди уехали на войну это тот случай про который говорят нет тела нет дела да ну я попробую это как-то разбавить наверно новостями культуры даже такие у нас бывают и это новости о том что в смоленской области людям которые опять же они просто не испугались написать письмо написать петицию обратиться там к властям и сказать что они не согласны удалось спасти от возможного уничтожения музей-заповедник хмелита этот музей-заповедник там находится усадьба 18-19 века которая в те времена принадлежала семье грибоедово усадьбу музей грибоедово но несмотря на 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 это несмотря на то что там ну там я я к сожалению никогда не был смоленской области но я смотрел фото это прекрасно очень красивый регион прекрасно очень красивое место и и несмотря надо на то что это замечательное место губернатор смоленской области алексей островский постановил признать утратившим силу постановление по которому заповедник он должен там относится к называемым особо охраняемым природным территориям там дескать нет там ценных участков природы и ландшафта обычно такие постановления они предшествуют тому что в таких местах начинается застройка в таких местах начинают там копать карьеры но вот жители смоленска возмутились и написали петицию и в итоге островский сам написал что власть в лице его подчиненных допустила ошибку ну и сам значит он сказал что вот накажет кого-то но сам факт того что люди не побоялись там поднять голос и сказать там нет мы не согласны это привело к кому-то результату он может казаться удивительным для россии но тем не менее такое все еще работает это действительно работает вторая история похоже случилось с со строителями трассы москва-казань которые вот несколько недель назад объявили забастовку из-за того что им перестали выплачивать зарплату и им выплатили эту зарплату у меня тоже есть хорошие новости из моего любимого пермского края я хорошо его знаю очень нежно люблю во первых там конечно незабываемые незабываемый был музей конечно перм 36 в том самом лагере где сидел натан щеранский где где сидел где сидел ковалев сергей адамович не сидели очень очень многие известные неизвестные люди был прекрасный музей там каждый год проводился великолепной удивительно совершенно культурный фестиваль пилорама здесь очень много музеев чердани посвящены например каторги пермская деревянная скульптура где всегда есть сюжет иисус в темнице в библии нет да а тем не менее народ вот так представляет себе справедливость что ты сидишь темница с тобой рядом сидит иисус ну да каторжный край там же надо сказать было всегда была была первая в россии политическая яма где сидел михаил романов собственно дядя михаила романова он был туда отправлен борисом гудудовым как конкурент ну и очень долго очень долго жил в этой яме пока не надоело все это массовским стрельцам они вы не придушили но сказать что спасли его и спасали его вогульские дети которые через трубочки камыша и кидали ему в яму мох смоченный в молоке вот такой вот край с традициями и надо сказать этот край несмотря на то что все придушили все что можно было все придушили все выставки все музеи а вот пермики соленые уши не сдаются не сдаются потому что опогнать и покажем картинки новые антивоенные надписи появились на улицах перми и в пермском крае эти митинги запрещены независимые медиа разгромленные а вот это отличный способ показать что есть те кто все равно против этой вот безумной путинской войны пермский край не сдается пермский край мы тебя очень любим я был в пермском крае еще я был республики коми тоже такой ссыльный край ссыльное место и я вот был на местах где были вот эти все лагеря это очень страшные места где буквально там подсосными видно остатки безымянных могил и мне кажется что вот эта война вот эти репрессии вот то то что сейчас происходит россии они к сожалению вот эта безумная дорога ведет нас вот в ту сторону к сожалению не в сторону музея гулага сторону гулага оль перед тем как мы закончим вот как ты считаешь что мы будем на следующей неделе обсуждать мы будем обсуждать то как встретил мир и как встретили в россии годовщину войны 24 02 и мне кажется что вот как пермики вот в вот на этих фотографиях если наши зрители если вы находитесь за пределами россии выходите на митинги которые будут посвящены вот годовщине этой войны покажите что мы мы говорим нет мы говорим нет тому что делает путин мы говорим нет тому что русские российские войска делают в украине мы требуем эту войну остановить если вы находитесь внутри россии не сдавайтесь знаете что надежда какая бы она ни была призрачна она все равно есть и я надеюсь что на следующей неделе мы будем обсуждать эти акции они то что скажет один безумный дед своем послании и вы знаете хочу сказать что вы легко найдете в своих городах даже самых маленьких группу где обсуждают где собираются во сколько собираются вот я буду в 24 02 я буду извините в буэнос-айресе этом по тюремным делам да и ну вот меня сегодня включили в группу и там тоже там тоже будут конечно отмечать эту годовщину слушайте не забудьте на нас подписаться поставить лайк это очень просто и легко просто нас с вами станет больше мне кажется это важно когда ты не один когда нас не 10 когда нас не 100 и когда в общем мы понимаем друг друга давайте покажем что у нас много счастливым счастлива